Спасти жизнь человеку – задача для профессионала. Диктант победы вместе с Казанским университетом. Поговорим о детях. Всем привет! В эфире Универтньюз, а в студии Анастасия Кузьмина. В МГУ имени Ломоносова стартовал шестой форум ректоров вузов Российской Федерации и Исламской Республики Иран. Организатором форума выступил Российский союз ректоров и Московский университет с российской стороны и Ассоциация ведущих университетов Ирана и Тегеранский университет с иранской стороны. Казанский федеральный университет на мероприятии представлял ректор вуза Ленар Сафин. В симуляционном центре Казанского федерального университета прошел конкурс профессионального мастерства среди бригад скорой медицинской помощи. Кто судьи и по каким критериям отбирает лучших из лучших, расскажет Карина Саяхова. Бригады скорой медицинской помощи – люди, которые спасают жизни без перерыва на обед и сон. Эту профессию, пожалуй, можно назвать одной из самых сложных и ответственных среди всех медицинских специальностей. Необходимо не только хорошо знать теории, но и в совершенстве применять ее на практике. В симуляционном центре Казанского университета в конкурсе за звание лучших из лучших поборолись 16 бригад. Было представлено три станции. В первых двух была сердечно-легочная реанимация, а в последнее – оказание первой помощи при травмах. По словам заместителя главного врача по оперативной работе станции скорой медицинской помощи Казани, в жюри конкурса выставляли баллы специалистам, опираясь исключительно на три критерия – качество, время и полнота оказания помощи пациенту. Что нас ждет на вызове, никто ничего не знает. И каждый фельдшер, каждый врач, который работает в скорой помощи, должен обладать определенными навыками. Это навыками и искусственной вентиляции легких, и непрямого массажа сердца, и обязательно пользоваться аппаратурой, которая находится в скорой помощи, то, что это самый дефибриллятор, аппарат ИВЛ. Так, плюс, если это травма, то обязательно оценить всю травму. Чем быстрее это сделано, тем лучше остановить кровотечение. Плюс к этому в крончайшие сроки. Плюс к этому нужно правильно его зашинировать и уложить на щит, чтобы правильно доставить стационар. Вот эти все этапы, все методики, они отрабатывают каждый день на своих станциях. А сегодня просто финальный конкурс, кто из них лучше. Конкурс включает два дня серьезных испытаний. Первый день – традиционное тестирование, которое специалисты скорой помощи успешно прошли и уже получили заслуженные баллы. Второй, по словам одной из участниц, самый волнующий. Он включал в себя симуляционные испытания. Было решено освежить знания и подготовиться до этапа проверки практических навыков. Мы смотрели видеоматериалы, то есть именно нужно было посмотреть евростандарт. Понятное дело, что когда мы приходим на вызов, то мы можем, конечно, не так делать по алгоритму конкретно, потому что это, конечно, человеческий фактор. Но так вообще этими оборудованиями, которые вот здесь представлены, мы работаем. Это все у нас есть. Несмотря на то, что участники спасали не настоящие человеческие жизни, а работали с манекенами-тренажерами, имитирующими тело пациента, задача ничуть не была простой. Компетентные члены жюри, коллеги и руководство – то еще испытание. К слову, оценивали даже водители скорой медицинской помощи. Ну, в реальных условиях, мне кажется, даже попроще. Здесь столько судей и больше волнения. Оцениваю на хорошо, думаю, мы справились. Все-таки волновались. Папа Жеребьевки были первыми. Первыми всегда немножко сложнее. Заключительные этапы награждения пройдут уже 28 апреля. Организаторами конкурса было решено выделить несколько номинаций. Лучший водитель, лучший фельдшер и лучшая бригада скорой медицинской помощи. Победители будут награждены ценными призами. Карина Саяхова, Фарид Захетоглы, Универньюс. В Казанском федеральном университете прошел международный исторический диктант – диктант Победы. Подробнее расскажем в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете прошел международный исторический диктант – диктант Победы. Участники мероприятия отвечали на вопросы, касающиеся событий Великой Отечественной войны. Диктант Победы – это та акция, которую Казанский федеральный университет принимает ежегодно. Вновь сегодня университет открыл свои двери на четырех площадках. Конкретно в данной аудитории к нам пришли еще обучающиеся музыкальные школы и спортшколы. Участников на момент старта диктанта было 325 человек. Это именно у нас на площадке Казанского федерального университета. В историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны приняли участие все желающие. Данное мероприятие помогло участникам оценить свои знания истории Великой Отечественной войны. Им предстояло написать диктант в форме теста, который включал в себя 25 вопросов. На данном этапе, то, что я проходила эту акцию, я осознала то, что у меня очень упало знание истории. И я осознала то, что надо еще более допытывать себя, изучать больше, смотреть больше. То есть сегодняшнее мероприятие показало мне то, что я слегка протупилась в этих знаниях. Диктант Победы – важное мероприятие, которое пробуждает и воспитывает в нас патриотические чувства. Также стоит отметить, что Казанский федеральный университет регулярно проводит подобные мероприятия. Это помогает пробудить интерес людей к знанию истории своей страны, своих исторических корней. Отметим, что впервые диктанты Победы провели 7 мая в 2019 году. После этого было принято решение о ежегодном проведении акции. Адалина Амдрахманова, Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошел карьерный форум «Пробуй, знай, действуй». Студенты и школьники прослушали лекции от потенциальных работодателей, поучаствовали в практикумах по составлению портфолио и узнали, как сделать первый шаг на пути к успешной карьере. Карьерный форум посетили свыше тысячи человек. Школьники, студенты, выпускники и потенциальные работодатели. Вопрос работы актуален всегда. В программе мероприятия были представлены стендовая выставка работодателей, образовательные лекции на тему профориентации и построения карьерного трека, мастер-классы-практикумы по составлению портфолио и резюме и профориентационные игры. Они могут у стендов работодателей заполнить свои заявки, они могут оставить свои резюме и, соответственно, в дальнейшем коммуникация продолжается через цифровую карьерную среду в культетус. В стендовой выставке организации работодателей приняли участие более 50 компаний. Немаловажно, что была представлена стендовая выставка дополнительных образовательных программ КФУ. Эксперты отмечают, что в профориентации школьников есть пробелы. Все вузы должны заниматься этой работой даже со студентами. Кроме этого, еще в стендовой выставке свой стенд представил КФУ как работодатель. Все-таки наш университет является крупным работодателем в Республике и в России. И, соответственно, мы содействуем управлению кадров нашего университета в повышении HR-бренда и увлечения осмотренности среди студентов и выпускников. Также отметим, что в рамках карьерного форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве совместной деятельности и использовании КФУ цифровой карьерной среды факультетус. Соглашение послужит не только формальным закреплением совместной работы, но и углублением возможности развития и тестирования новых подходов и функционала, в будущем доступного для всех университетов страны. Столица Татарстана стала площадкой для 20-го Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. Какие вопросы будут затронуты в ходе форума, расскажет наш корреспондент. Накануне в IT-парке имени Башира Ромеева стартовал 20-й Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. В этом году форум посвящен вопросам защиты прав детей в сфере здравоохранения. Чтобы досконально изучить вопрос, участники не просто обсудили актуальные проблемы с представителями Министерства здравоохранения, но и посетили медицинские учреждения столицы Татарстана. Помимо этого, они также смогли посетить уникальный детский сад для детей с расстройствами аутистического спектра «Мы вместе». Именно здесь генерируются лучшие в стране практики по работе с особенными детьми. Сейчас основная задача рабочей группы «Ментальное здоровье» – собрать лучшие доказательные практики в части «Ментального здоровья», составить реестр, проанализировать для масштабирования в регионах Российской Федерации. Мы сегодня говорим о детях-инвалидах, о детях с ограниченными возможностями здоровья. Это дети, которые, если казенным языком сказать, нуждаются в особой заботе государства. Так вот, сегодня государство собралось на одной площадке. Спасибо замечательному городу Казань, которая смогла вот это сделать. Может, сегодня здесь и Министерство здравоохранения, здесь и Министерство образования, и другие ведомства. В ходе экскурсии участники съезда узнали о методиках работы детского сада, а также смогли поближе познакомиться со специальными зонами для занятий и отдыха. На данный момент в детском саду проходит обучение 50 воспитанников с расстройством физического спектра, и 70 детей проходит семей в Центре сопровождения семьи. Уникальность проекта заключается в возможности консолидации усилий профильных исследований Казанского федерального университета и специалистов детского сада. Важнейшей задачей съезда является обмен опытом и лучшими практиками между коллегами из разных регионов России. Сегодня, в последний день форума, участники смогли обсудить вопросы оказания помощи онкобольным детям, а также охрану здоровья несовершеннолетних. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. Казанский федеральный университет – один из лидеров среди нестоличных университетов России по количеству бюджетных мест. В приемную кампанию 2023 года их доступно свыше 7 тысяч. Об этом сообщил глава Миноборнауки России Валерий Фальков. Планируется, что по итогам приемной кампании ряды студентов Казанского федерального университета пополнят 15 тысяч первокурсников. В зале попечительского совета состоялось очередное заседание ученого совета КФУ. Традиционно повестка дня включала в себя несколько блоков. Провел мероприятие первый проректор – проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. В Казани состоялась 81-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты Республика Татарстан, посвященная столетию Министерства спорта Российской Федерации. Маршрут эстафеты прошел по улице Кремлевской, отправной точкой стало главное здание КФУ. Проректора Казанского федерального университета по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о земле Даниса Нургалиева указом президента России Владимира Путина удостоили почетным званием «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Нагрудный знак к почетному званию проректор получил из рук Раиса Республики Татарстан Рустама Миниханова. На этом все. В студии была Анастасия Кузьмина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!